МРТ, КТ и рентгенография В последнее время переоценить роль лучевых методов исследования абсолютно невозможно. Фактически ни одни диагностические мероприятия не обходятся без применения того или иного метода лучевой диагностики. Ранее диагноз эндокринопатии устанавливался на основании в большей степени клинических и лабораторных методик. Но с развитием современной техники, с появлением тонкосрезовых КТ, это аппараты с шагом сканирования очень тонким, с появлением высокопольных МРТ, это аппараты 3 Тесла, появилась возможность диагностики тех эндокринопатий, которые раньше было невозможно выявить. В качестве примера могу привести следующее. Очень долгое время пациенты с АКТГ-эктопеями, это мелкие образования легких, которые гормонально активны, оставались без возможности полноценного лечения. По той причине, что классическое рентгенологическое исследование было не способно выявить подобные изменения. То есть образование 3 мм, 5 мм, оно абсолютно не диагностируется на классическом рентгене. И с появлением, и главное, с повсеместным внедрением в практику мультиспиральных компьютерных томографов, появилась возможность визуализировать эти образования. И, соответственно, помочь пациенту получить грамотную диагностику, провести малоинвазивную порой операцию. И излечение пациента происходит буквально на глазах. А ранее это было просто технически невозможно сделать. Человек не знал о наличии этого образования. Клиницисты его могли заподозрить, но не могли его визуализировать. И, соответственно, подобные методики, они, безусловно, сейчас повсеместно используются и значительно улучшают диагностику. А меняется ли нозологический портрет ваших пациентов с годами, или все же он больше фиксированный? Здесь хотелось бы отметить именно раннее выявление патологии. То есть, опять же, с внедрением в рутинную практику, с появлением большого количества томографов, с их совершенствованием данные заболевания стали диагностироваться на ранних этапах. И, соответственно, это предотвращает развитие осложнений. В то же время появилась возможность диагностики так называемых инциденталом. Это образования, которые не имеют клинических проявлений. Соответственно, люди ранее жили и совершенно не знали о их существовании. Соответственно, это тоже определенная категория патологии, с которой мы сталкиваемся, которая вызывает у пациентов много вопросов. И, соответственно, наши эндокринологи их по этому поводу консультируют. Что еще хочется отметить? При достаточно большой части эндокринных заболеваний ранее постановка диагноза заканчивалась именно нахождением самого образования. А в настоящее время с появлением и развитием техники появилась возможность дифференцировать ряд других патологий, которые являются сочетанными, так называемые синдромальные заболевания. И в настоящее время проводится много работ по дальнейшему совершенствованию диагностики. В качестве примера, опять же, приведу. Всем знакомые заболевания акромегалия или сахарный диабет на самом деле вызывают массу изменений в организме, в том числе изменения мышцы сердца. Но в силу невозможности как-то диагностировать данные изменения, до последнего времени эта тема оставалась нетронутой. И с появлением высокоточной техники, специальных алгоритмов обследования, в настоящее время проводятся научные исследования по диагностике изменений миокарда у данных пациентов. И выявляются находки, о существовании которых ранее никто не предполагал. Та же самая ситуация возникает при поражении различных суставов костной ткани у пациентов с акромегалией. Допустим, изменение височно-нижнечелюстных суставов. То есть люди, больные акромегалией, соответственно, имеют и другие изменения, помимо изменений гипофиза. Но опять же, только с развитием и внедрением определенных протоколов исследования появилась возможность эти исследования проводить и помогать этим пациентам избавиться от сопутствующих симптомов, которые с их заболеванием возникают. В каких, вернее, случаях данные виды диагностики являются основными? В большинстве случаев лучевые методы диагностики используются в комплексном подходе. То есть, безусловно, основой диагностики являются клинические наблюдения наших специалистов, также лабораторные изменения, которые подтверждают их предположения. И обязательным является применение той или иной методики лучевого обследования. Другой вопрос, что при каждой патологии существует свой, так скажем, метод выбора, наиболее перспективный, информативный метод, который мы используем. Допустим, при поражении гипофиза, при подозрении на аденома гипофиза, методом выбора является МРТ с контрастированием. При поражении, допустим, костей, это КТ. При различных фосфатурических образованиях это должен быть скрининг всего тела с целью найти маленькую опухоль, которая разрушает организм. Здесь могут применяться сочетанные методики. То есть, мультимодальность, комплексность лучевой диагностики в настоящее время является основным фактором. И, безусловно, что хотелось бы подчеркнуть, это подготовка специалистов определенного уровня, которые бы владели несколькими методиками и не были ограничены в применении какой-то одной из них. Что, безусловно, увеличивает точность, увеличивает нашу помощь пациенту, потому что, допустим, ряд образований, в том числе поджелудочной железы, они могут быть выявлены на КТ с контрастом, могут быть выявлены на МРТ с контрастом. В ряде случаев одна из методик их не видит по причине определенных особенностей этих образований. Тогда мы применяем комплексные методы оценки, используя и одну методику, и вторую, и по их сочетанию уже приходим к заключительному выводу. Ранее, когда не было внедрения мультимодальности, достаточно часто делали одну методику, на ней, допустим, получали отрицательный или сомнительный результат и, соответственно, останавливались в плане диагностики, и пациент оказывался не до конца обследованным. А вот именно комплексное применение современных методов, оно помогает прийти к окончательному диагнозу и в большей степени дифференцировать различные патологии. Наталья Викторовна, вот на Ваш взгляд, насколько насторожены врачи в отношении выявления орфанной болезни? Насколько востребована подобная диагностика, о которой мы говорили? Ну, хотелось бы начать с того, что такое орфанное заболевание. Это редкие заболевания, малоизученные и достаточно часто генетически обусловленные. И основная сложность их диагностики заключается в том, что на основании малого клинического опыта отсутствуют какие-то критерии стандартной диагностики. Особенность нашего центра заключается в том, что как раз пациенты с подобными редкими, малоизученными образованиями консолидируются в стенах нашего института. И мы получаем возможность накопить тот самый бесценный опыт по диагностике и лечению подобных пациентов. Хотелось бы отметить еще и следующее, что фактически большая часть эндокринных заболеваний является орфанными. И, безусловно, клинические специалисты нашего центра изначально нацелены на то, чтобы эти заболевания заподозрить и выявить. И работающая с ними команда рентгенологов точно так же, консолидируя имеющийся опыт, настроена на выявление именно редких орфанных заболеваний. Скажите, а используете ли вы какие-то разработки российского происхождения? Безусловно, в нашей работе мы основываемся на международном научном опыте и руководствуемся стандартами международной диагностики. Но, повторюсь, имея в наличии тот самый бесценный опыт диагностики орфанных заболеваний, мы дорабатываем имеющиеся рекомендации, включаем ряд новых последовательностей в наше исследование и, соответственно, переосмысливаем и дорабатываем имеющиеся протоколы сканирования. Такое мы осуществляем при исследовании гипофиза, при исследованиях эндокринной офтальмопатии, поджелудочной железы, парасчетовидных желез, опять же, при исследованиях сердца у пациентов с эндокринными заболеваниями. В настоящее время идет активная разработка искусственного интеллекта для помощи в прогнозировании диагностических моментов у пациентов с эндокринопатиями. Соответственно, наши разработки мы публикуем в международных изданиях. И, к слову сказать, большая заслуга нашего центра в том, что имеющийся опыт по обобщению и консолидации таких пациентов, он действительно является бесценным даже на мировой арене, так как достаточно мало всеобъемлющих исследований по эндокринологии, а именно по лучевой диагностике в эндокринологии, представлено на международном уровне. Референсный центр действительно это уникальное явление. Вы руководитель. Расскажите, пожалуйста, занимаетесь. Приходится ли вам консультировать специалистов из регионов? Да, безусловно. Телемедицина сейчас очень активно развивается. Фактически ежедневно к нам приходят запросы на консультирование пациентов из регионов. В настоящий момент лучевые диагностики консультируют пациентов в рамках входящей консультации к нашим специалистам эндокринологов. И мы оказываем услуги по пересмотру исследований, выполненных в других регионах. Потому что очень часто поставить диагноз, тот или иной диагноз, без пересмотра имеющихся лучевых методов исследования не представляется возможным. Соответственно, в зависимости от того, какой запрос поступил, мы при наличии качественного исследования пересматриваем изображение и выносим свое заключение. Либо в ряде случаев даем рекомендации по тому, как это исследование нужно выполнить, переделать. Либо рекомендации повторить исследование в динамике, если нам будет необходим результат, через 3-6 месяцев. В небольшом количестве случаев мы рекомендуем делать исследование у нас в центре просто по причине технической невозможности выполнить его еще где-то. Здесь необходимо упомянуть, что наш центр обладает действительно всеобъемлющими, я бы сказала, на настоящий момент возможностями лучевой диагностики. Приборы, которые у нас установлены, компьютерные и магнитно-резонансные томографы, это приборы последнего поколения. И, безусловно, такими возможностями обладает далеко не каждая клиника. Поэтому ряд исследований возможно проводить только в наших стенах. Также, благодаря очень активному взаимодействию внутри института с нашими клиническими специалистами, нам удалось создать команду рентгенологов, специализирующихся в сфере эндокринологии. Это также очень ценно, так как в мировом сообществе отсутствует субспециальность рентгенологии в эндокринологии. То есть имеется масса специальностей, масса субспециальностей в других сферах, допустим, в неврологии, в нейрохирургии, в абдоминальной радиологии, в кардиологии. А именно выделенные субспециальности рентгенологии в эндокринологии не существуют по причине малого количества накопленного опыта у таких больных. И поэтому я очень надеюсь, что с помощью нашего центра мы все-таки сможем развить и выделить вот такую новую субспециальность рентгенологии в эндокринологии. И мы вам действительно от всей души этого желаем. Спасибо вам большое, Наталья Викторовна. Спасибо.